Это единственное вещество на планете, чей химический состав очень близок к человеческой крови. Если употреблять мёд в сыром виде, он оказывает одно влияние. Если растворить его в холодной воде, у него будет другой эффект. Это определенно будет поддерживать баланс химического состава крови и производить её очищение. Это замечательная диета для детей с точки зрения повышения их интеллектуальных возможностей. В Карнатеке есть племена, называемые джену-куруба. Джену-куруба — это дикие пчеловоды. Когда-то у меня была возможность немного пожить с ними. Их диета такая. Первым делом с утра — один бамбуковый стакан. Такие срезанные побеги бамбука. Его ёмкость около трёх четверти литра. Три четверти литра мёда утром. Вот и весь рацион. Вы пиваете три четверти литра мёда утром, а потом идёте в лес. Обычно за день вы проходите 30-40 километров, поднимаетесь как минимум на 50 деревьев. Вверх и вниз. Вверх и вниз по деревьям. И до вечера никакой другой еды. Когда собираете мёд, облизываете то, что попадает вам на руки. Итак, за день вы съедаете больше литра, где-то полтора литра мёда. Когда вы возвращаетесь вечером, вас ждёт каша. Обычно она называется джола. Это сорга. Злак похожий на кукурузу. Кукурузу или раги. Их основная диета — мёд. Вы выпиваете три четверти литра мёда, и весь день вы очень активны. Но нет голода, и в вас бурлит энергия. Они так живут, и их называют медовыми пастухами. Их диета — мёд. Мёд — это один из лучших продуктов для употребления. Психологическая стабильность, физическое благополучие, жизненный тонус — всё это можно значительно улучшить, просто ежедневно употребляя мёд. Мёд — это единственное вещество на планете, химический состав которого очень близок к человеческой крови. Если чуть-чуть поменять его состав, он станет почти как кровь. Ежедневное употребление мёда может очень положительно сказаться на вашем здоровье, особенно для тех, у кого проблемы с большим количеством слизи. Мёд очень полезен для вашего сердца, он полезен для мозга, он сохраняет ум бдительным и энергичным. Ежедневное употребление мёда может многое изменить, особенно если у вас есть дети. Они должны употреблять мёд ежедневно. Это будет очень полезно для развития их интеллекта и всего остального. Также восковая тыква. Восковая тыква и мёд вместе составят прекрасную диету для детей с точки зрения развития их интеллектуальных способностей. Если мёд подвергнут термической обработке, он станет ядовитым. Мёд готовить нельзя. Я знаю, что люди его пекут, кладут в пироги и другую еду. В этом нет ничего хорошего. Определённая часть мёда становится ядовитой, если её готовить. Добавляйте его в тёплую воду, но не в кипящую. Если вы растворите мёд в тёплой воде, она активизирует определённые ферменты в мёде, которые ведут себя определённым образом, что способствует похудению. Если растворить его в холодной воде, он ведёт себя иначе и способствует набору веса. Дело не в том, что несколько ложек мёда, которые вы принимаете, добавляют вам вес. Просто это вызывает определённую реакцию в вашей системе, которая меняет скорость усваивания, и вы набираете вес. Мёд оказывает на систему разные виды воздействия. Если употреблять его в сыром виде, он оказывает одно влияние. Если растворить его в холодной воде, у него будет другой эффект. В тёплой воде — третий. Здесь мы употребляем его с тёплой водой, потому что мы хотим, чтобы система раскрылась. Если вы хотите интегрировать систему только для здоровья… Допустим, кто-то чувствует анемию. На одном уровне анемия означает, что содержание железа в крови сократилось. Пропал стальной стержень. Вы потеряли силу в теле. И чувствуете себя истощёнными безо всякой причины. Потому что, когда нет достаточного количества железа, способность переносить кислород в теле уменьшается. Это означает, что ваше тело, сердце, мозг — всё будет функционировать на более низком уровне, потому что вам не хватает кислорода. Чтобы избавиться от этого, один простой метод — ежедневно употребляйте немного мёда с тёплой водой. И вы увидите, что содержание эритроцитов начнёт медленно расти. Если в крови будет больше кислорода, внезапно вы почувствуете пролив энергии. Внезапно всё станет активным, система омоложения в организме усилится, мёртвые клетки будут заменяться быстро. Уровень вялости в теле будет намного ниже. Уровень вялости в уме тоже будет намного ниже. Так что употребление мёда привнесёт определённый баланс в систему кровообращения, что очень важно для практикующего йогу, потому что вы помогаете телу определённым образом. Так что при регулярном употреблении мёда обязательно произойдёт поддержание определённого баланса. химического состава крови, поддержание чистоты крови. Это просто необходимо для тех, кто занимается йогой. Куркума делает то же самое. Она очищает кровь и придаёт определённую прозрачность вашим энергиям. Куркума – это одно из веществ, которые действуют не только на физиологию, но и на энергетическую систему. Мёд делает вас более сияющими. Куркума успокаивает и привносит лёгкость. Утром съедайте немного мёда, нима и куркумы. Употребление нимы и куркумы с водой, в которой растворена капелька мёда, очень небольшая концентрация. Вместе со слегка приправленной мёдом водой они являются замечательным способом очищения системы. Её расширение, когда вы делаете садену. С одной стороны, это помогает увеличить гибкость мышц. С другой, поскольку расширение продаёт мышцам гибкость, эта гибкость, как следствие, становится способом, с помощью которого вы постепенно превращаете систему в более мощную возможность. Если вы хотите привнести новый уровень гибкости, то из системы должно выйти большое количество токсинов. Если вы просто перейдёте на воду или мёд с водой, что будет поддерживать вас с достаточно энергичными? Если вы не только кожа да кости, если вы можете позволить себе немного похудеть, если вы будете добавлять мёд, вы не похудеете. Если добавите достаточно мёда или просто будете есть мёд ложками, вы не похудеете. Если вы будете делать это в течение 7-8 дней, то вы избавите тело от огромного количества токсинов. Если вы так поступите, то внезапно увидите, что ваше тело стало гораздо более гибким. Просто поэкспериментируйте, не верьте мне на слова. Так что мёд играет важную роль. Людям, занимающимся йогой, полезно есть мёд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok